Ну что, почти все в сборе. Как всегда, на 22. 22! Этого дня ждали 18 месяцев, 557 дней, 13 тысяч часов. Движение по мосту на проспекте Ленина торжественно открыли. По новенькому дорожному полотну первая прокатилась спецтехника, следом трамваи и легковые машины. На торжественное открытие приехали первые лица города, края и, конечно же, обычные горожане. Исторический момент барнаульцы пропустить не могли. Очень рада мне, никогда слезы рада. Все проходило, я тогда любовалась накануне. Все это, думаю, господи, дай бог всем здоровья и всем доброго, все хорошо так сделали нам. Счастье просто в Барнауле иметь вот такой воз для нас, это вот так вот. Ну, спасибо всем нашим. Мы очень рады, что этот мост открыли. Нам хорошо теперь. Потом мы ходили к Куговую, очень тяжело было нам старым. А сейчас какая красота. Очень хорошо все сделали, были молодцы. Мост на масштабную реконструкцию закрыли 21 мая 2022 года. Рабочие в круглосуточном режиме в технологические окна РЖД демонтировали старые путепроводы, переносили инженерные сети, строили шестиполосный современный мост, который выдержит одновременно 60 легковушек и 40 внедорожников. Либо два танка общей массой 40 тонн. Полностью заменена конструкция путепроводов, выполнено устройство проезжей части, линии освещения, контактной сети, ограждение, нанесена дорожная разметка. Поэтому весь комплекс работ, который выполнен на путепроводах, позволяет нам сегодня открыть движение с точки зрения безопасности дорожного движения и с точки зрения транспортно-эксплуатационных характеристик данных путепроводов. На реконструкцию моста было выделено свыше 2 миллиардов рублей из федерального бюджета. Капитальным ремонтом занималась подрядная организация «Барнаульская ДСУ-4». Сегодня дорожники дали старт движению по мосту. А к лету следующего года объект окончательно сдадут в эксплуатацию. Остались работы по заполнению межпутевого пространства рельс, плиткой и асфальтобетоном. Эти работы мы будем выполнять в теплое время уже, понятно, следующего года. Будет выполнена окраска обоих путепроводов и металлического, и железобетонного, благоустройство откосной части на железной дороге под мостового пространства. Ну, то есть все работы уже, по сути, такие, можно сказать, что наведение марафета на объекте. То есть уже в больших инженерных работ выполняться не будет. Завтра к легковым машинам присоединится общественный транспорт. Автобусы спустя полтора года вернутся на свои маршруты. Проспект Калинина и площадь Октября вздохнут спокойно. Автомобильные потоки распределятся равномерно. А это значит, что пробки и транспортные коллапсы в часы пик в центре города снизят градус недовольства. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин.